Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, читается Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 42 по 51. Послушаем. Это евангельское зачало в прочтении Иеродиакона отца Александра. Речи Господь ко пришедшим к нему иудеям. Аще Бог отец ваш бы был, любили бы сте уба мене, азбо от Бога изыдох и приедох. Не о себе по приедох, но той мя посла. Почто беседы мои я не разумеете, як не можете слышите словесе моего. Вы отца вашего дьявола исте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человеку убийца бей с кони, и во истине не стоит, як а несть истины в нем. Игда глаголит лжу, от свои глаголит, як а лож есть и отец лжи. Азже за не истину глаголю не веруете мне. Кто от вас обличает мя о гресе? Азже ли истину глаголю, почто вы не веруете мне? Ижи есть от Бога глаголы Божия послушает, сего ради вы не послушаете, як от Бога несте. Отвещаше же иудеи и реши ему, не добри ли мы глаголем, як а самаренин еси ты и беса имаши? Отвеща Иисус, аз беса не имам, но чту отца моего, и вы не чтете мне. Азже не ищу славы моея, есть ища и судя. Аминь, аминь глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет, смерти не имать видите вовеки. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от отца ишел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей, потому что не можете слышать слова моего? Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обречит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» И Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». После всего сказанного спасителям о том, что иудеи не являются Божьими детьми по духу, возник вопрос, чьи же они дети? Действительно, Божьи дети любили бы Христа, потому что Он исшел от Бога и пришел на землю по Его воле. Но иудеи смотрели на Него, как на иноплеменника, не понимая Его слов. Потому что на самом деле были чужды Богу и Христу. А потому Господь прямо и решительно заявляет, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Блаженный Феофилакт замечает, что своими словами Господь как бы говорит, «Хотя вы безумно и приписываете себя в дети Богу, как отцу своему, но дела ваши свидетельствуют, что дьявол для вас отец более родной. Вы хотите исполнять похоти его. Не сказал дела, но похоти, показывая, что они очень склонны ко лжи и убийству, двум видам зла, кои весьма свойственны дьяволу. Он был человекоубийца от начала, посему и вы, ища убить меня, уподобляетесь ему, убившему Адама. Он и в истине не устоял, но есть отец лжи. И вы, когда лжете на меня и говорите, что я не от Бога, не стоите в истине, но пребываете в слове моем. Вы дети его, породившего ложь». Иудеи же показывают, что они дети дьявола тем, что не верят истине, возвещенной непосредственно Христом. Они любят ложь и не признают истинным его учения, а потому Спаситель вопрошает, «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Александр Павлович Лопухин пишет, «Они пытались обвинять Христа, но доказать своих обвинений не могли ни прежде, ни после. Почему они не верят Христу? Ясно, что причина тут в них, а не в нем. И причина тут в том именно, что они не чадо Божие. Хотя и в Израиле есть все-таки люди, о которых можно сказать, что они от Бога, и потому слушают Христа, посланника Божия». Если же никто не может обличить Господа во лжи, то правильно будет признать истину его учения. Своим неверием, по словам Господа, иудеи ясно доказывают, что они не от Бога. Таким образом, Христос подтвердил свое строгое осуждение об иудеях с ссылкой на то, что никто из них не мог уличить его в неправде или грехе. Они же, услышав это, пришли в яростное негодование и, желая окончательно подорвать доверие народу ко Христу, спросили, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бест в тебе?» Ефимий Зигабен поясняет. Самарянинам называли они их Иисуса Христа, как не вполне соблюдающего закон, как им казалось, и предание старцев. Таковы были самаряне, а имеющим беса, как относящего честь Божию к себе. Таковы были бесы. Но Иисус Христос делал это, как истинный Бог, а бесы делали это, как обольстители. А потому Господь спокойно отклонил это оскорбление. «Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня». Кротко и смиренно отвечая, что у Него одна лишь цель – прославить Бога, Который явит все в истинном свете, Спаситель добавляет, «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». И этими словами, дорогие братья и сестры, Господь дарит каждому из нас надежду Разделить с Ним Его победу над смертью. Он также призывает к терпению и упованию на Бога, А также к исполнению предназначения каждого человека Не только сохранить, но и соблюсти Слово Христово в памяти, в сердце, во всей жизни. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, на тебя упова, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok